ДОСЯ ИКС Джаггернаут Коля, это ВИЖЕН Хоббит будет у нас чудо-женщина Непобедимая Фильмы очень много я смотрю Пересмотрел, наверное, большинство из них В последнее время я часто смотрю фильмы Очень редко, потому что нормальных фильмов вообще мало Сейчас выпускают, стараюсь больше уделять время другим делам Я фильмы смотрю часто, особенно после праков, после тренировок в смысле Мы с женой всегда включаем какой-нибудь фильм и смотрим Боевики всякое Такие фантастику в стиле Марвела Мне очень нравятся трилеры Люблю детективы Люблю фильмы, где неожиданная концовка Вот это поворот! Ну таких, прям из запоминающихся, это был фильм «День независимости» Снимайте с него биомеханический костюм Ставь расширитель с этого края Нужно провести микрозондирование Где я снимал с Жан-Клод Ван Дамм про универсального солдата Я просто хочу покушать В детстве я очень любил смотреть «Моргл Комбат» Большое количество Мой любимый фильм – это «Властивный колец» В принципе, я подхожу под всех черепашек Потому что они все любят пиццу, я тоже очень люблю пиццу Наверное, Леонардо, потому что он очень храбрый У него чувство юмора Себя могу отнести, наверное, к нескольким вообще Это к Микеланджело и к Рафаэлу Если бы он был черепашкой, то я был бы Микеланджело Скорее всего, Леам Нилтсон Потому что он снимался почти во всех фильмах, которые мне нравятся Кристоф Вальц, который отыгрывает Отыграл в «Беславных ублюдках» Того самого фрица, который искал охотника за евреями Прямо бинго! Леонард Ди Каприо и Тоби Магуайр. Согласен. Но не всегда бывают фильмы российские очень топовые. Например, «Сволочи». Это искусство. В военных фильмах мы намного лучше. Я бы не сказал сейчас, потому что очень много фильмов выходит именно топовых российских за последние пять лет. Возможно, какое-то время он был слабый. Сейчас я смотрю, в принципе, начали выпускать не такие уж и плохие фильмы. Когда появляется возможность и интересный фильм какой-то на большом экране всегда прикольно посмотреть. С приезда в Питер я стараюсь, когда у нас выходной и когда уходят очень хорошие фильмы, сразу же сходить. В связи с тем, что я живу в Киеве, я не совсем понимаю украинский язык. И хожу в кинотеатры только тогда, когда я иду домой или попадаю в Москву или в те страны, где кинотеатры показывают на русском языке. На самом деле, часто. То есть, если у меня выходной день, я стараюсь обязательно сходить в кино. Я не смотрю, не захожу по сайтам всяким, рейтинге. Мне это не интересно. Я смотрю трейлер фильма. Если мне трейлер как бы приглянулся, то я уже иду на фильм. В любом случае, я смотрю отзывы и оценки кинокритиков IMDb. Это самое то, что я смотрю. Потому что IMDb, как мне показал опыт, не может это брать именно в качестве фильма. Это, конечно, качественная съемка. Это хороший бюджет. Ну ладно, даже бюджет не сильно так. Это хорошие актеры, в любом случае. Чтобы фильм был хороший, должен быть хороший, непредсказуемый, интересный сюжет. Ну, Хоббит будет у нас чудо-женщина, непобедимая. Рус, скорее всего, будет флэш. Он очень быстрый такой, ну, имею в виду, как-то похож на него. ДОСЯ ИКС Джаггернаут. Что такое? Даурен, я бы сказал, что железный человек. Коля, это Vision. Почему Vision? Потому что он жесткий и необычный. Ха-ха-ха-ха. Блэйд, это копия Капитан Америка. Ха-ха-ха. Ну, такое все четко, правильно, по таймингам. Вот. История Гамбита, она, не знаю, неповторимая. Ха-ха-ха. Скорее, это какой-то фильм про супергероев, как раз таки. В какой-то момент у меня ассоциировался, реально, с Василий колец. Ну, День независимости, по-любому. Сериал «Игра престолов». Из последних я смотрел, это Пабло Эскобар. Я бы посоветовал посмотреть «Крестного отца», кто не смотрел, все три части. Невозможно. Фильм был снят на реальных событиях в Таиланде про стихийное бедствие. Бойцовский клуб. Такой своеобразный, интересный. И чтобы его понять, нужно немножечко понимать вообще, что происходит. Ну, то есть, немножко больше, наверное, шире надо мыслить. То есть, посмотреть его несколько раз, там, с периодичностью, там, пять лет, его понимаешь по-разному. Побеги Шоушенка. Ну, это тоже, наверное, многие люди смотрели. Фильм «Начало», кто не смотрел, он с Ди Каприо. Такой замудренный тоже фильм. Вообще, все фильмы с Ди Каприо очень были крутые, которые я смотрел в последнее время. Поэтому советую посмотреть. «Мальчик в полосатой пижаме». Я думаю, многие смотрели, и это реально топливый фильм. Но кто не смотрел, я бы посоветовал обязательно посмотреть его. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии, какие ваши любимые фильмы.